Для Джетсона Кларка это уже 26-е по счету соревнования по поеданию эблискиверов на скорость. Я съел 23 штуки и я все еще голоден. Эблискиверы это датские праздничные пончики. В калифорнийском городке Солван, который называют еще Данией в миниатюре, их готовят по традиционному датскому рецепту. Впрочем, в Солванге традиционное датское все – и кухня, и архитектура. Тут каждый дом стилизован по-особому. Этот город был основан в 1911 году тремя датчанами, которые путешествовали по США в поисках теплой погоды. Посетив эти края, они прозвали их Солванг, что в переводе с датского означает «солнечное поле». Так на месте мексиканского ранчо появилась маленькая Дания. Каждый сентябрь, вот уже 82 года подряд, тут проходит датский фестиваль. Дедушка Бетти Хирен был знаком с основателями Солванга лично. Их датский ресторан – старейший в городе. А сама Бетти когда-то получила почетный титул лучшей датской горничной. Каждый год у нас выбирают лучшую датскую горничную, которая будет рассказывать о стране и фестивале гостям. Я была лучшей горничной в 1988 году. И это было очень забавно. В этом году ею стала моя дочь. Еще одно популярное место среди туристов Солванг – это музей Ганса Христиана Андерсена, всемирно известного сказочника. Кэти Молланд собирала артефакты по всему миру. Фотографии, посуда, часы и множество сказок великого датчанина бережно хранятся на полках ее музея. Несмотря на то, что я не родила Солванг и я не датчанка, я переняла многое за время жизни тут из датской культуры. Кроме дюймовочки и русалки, которые стали излюбленными персонажами детских сказок, датчане подарили миру и то самое лего. На фестивале вспоминают и о нем. Ну а завершаются гуляния, парадом. За дни фестиваля Солванг, как говорят организаторы, посещают сотни тысяч туристов. Ангелина Богдасарян, Васген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Солванг.